Здесь собрались лучшие региональные журналисты. Повод для встречи солидный. Ежегодная церемония награждения лауреатов журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и вручение премии «Золотое пиро губерния». Представители СМИ получили награды в рамках целого ряда номинаций. В первую очередь хочу вас всех поблагодарить за вашу ответственность, за профессионализм, за ваше небезразличное отношение ко всему происходящему в нашей стране, в нашем регионе, к судьбам людей. В числе победителей – эксклюзивный проект телеканала «Самаргиз» «Обернитесь». Награду по направлению «Специальная военная операция своих не бросаем» в номинации «Лучшая работа на телевидении» завоевали ведущая и автор программы Инесса Панченко, оператор Николай Пифанов и режиссер монтажа Наталья Самойлова. Программа «Обернитесь» – это большой подарок всей нашей съемочной группе, потому что каждый из наших героев дает нам такую частичку себя, такое доверие, которое сравнить невозможно ни с чем. И все это как раз делает нас сильнее, богаче. «Обернитесь» – это уникальный проект, который рассказывает о том, как люди видят свет в конце тоннеля, когда, казалось бы, уже совсем беда. Это история людей, лишившихся в жизни всего, но научившихся жить с чистого листа. Программа выходит каждый второй вторник в 18.45 на телеканале «Самара ГИС». «Я хочу сказать, что я с удовольствием всегда смотрю программы «Телеканала ГИС», потому что на вашем канале не только новостные программы, но еще программы, которые носят социальный характер. Это очень важно. Просто замечательные программы. Я думаю, что горожане вас любят, с удовольствием смотрят. И сегодня не случайно журналисты телеканала получили высокую оценку своего труда». Творческая группа телеканала также удостоилась специального приза за высокий профессионализм – большой вклад в освещение проекта «Информационный фронт» в рамках всероссийского мероприятия «Парад памяти-2022», а также успешную реализацию проектов по теме «Специальная военная операция». «Коллеги, спасибо большое правительству Самарской области и Союзу журналистов. И отдельно я хочу поблагодарить сотрудников телеканала «Самара ГИС», особенно интернет-отдел и журналистов-телевизионщиков, которые, несмотря ни на что, работают в режиме 24 на 7. Совершенно адекватно и спокойно реагируют на ночные звонки. Мои в том числе. Ребята, спасибо вам большое. Дмитрий Игоревич, для нас это очень важно. Спасибо за высокую оценку. «Мне тоже очень важно, когда спокойно реагируют профессионально на мои ночные звонки». Сегодня «Самара ГИС» – один из самых оперативных информресурсов в регионе. Мы одними из первых рассказываем жителям о том, что происходит в областной столице. Ежедневно в эфире первого городского телеканала «Все главные новости Самары». Актуальные события и судьбоносные решения. Эксклюзивные интервью и комментарии экспертов. Прямые включения и трансляции самых ярких моментов из жизни большого города. «Самара ГИС» в конце прошлого года отметил свое 15-летие. Мы успешно интегрировались в интернет. Онлайн-трансляция эфира доступна не только на нашем сайте, но и в любой точке мира – через мобильное приложение. Наше оборудование позволяет делать прямые включения с места событий, где бы ни находилась наша съемочная группа. За новостями в наших соцсетях следят почти 80 тысяч подписчиков, что почти на 11 тысяч больше, чем годом ранее. Наши посты ежемесячно охватывают более 860 тысяч пользователей. Мы присутствуем на всех актуальных платформах – ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники. По итогам января 2023 года паблик «Самара ГИС» во ВКонтакте занял четвертое место в топ-20 региональных телеканалов из городов-миллионников по степени вовлеченности подписчиков. Рейтинг составили аналитики «Нью Медиа» на основе данных «Джаго Джем», компании, которые создают сервисы для работы со статистикой и метриками. Первоначальная выборка проводилась среди 75 телеканалов, сообщества которых имеют более тысяч подписчиков. Ранее «Нью Медиа» сформировал топ-20 региональных телеканалов по вовлеченности подписчиков в Телеграм в 2022 году. В этом рейтинге «Самара ГИС» занял пятую строчку. Также «Самара ГИС» активно развивает свое присутствие на видеохостингах, в том числе и на Рутюб. Наши ролики собрали более 30 миллионов просмотров. «Самара ГИС» планомерно улучшает позиции и в топ-20 самых цитируемых СМИ региона по версии компании «Медиалогия». По итогам третьего квартала 2022 года мы поднялись на четыре позиции, заняв десятую строчку рейтинга. Это говорит о том, что наш контент интересен не только читателям, но и коллегам из других изданий, так как они регулярно используют его для подготовки материалов на своих платформах. Сами рейтинги «Медиалогия» уже много лет являются одним из главных показателей качества работы изданий, на которых ориентируются не только ведущие федеральные и региональные СМИ, но и сотрудники пиар-служб крупнейших компаний страны. Михаил Гермоленко, Ксения Баканова, Константин Головин. События. Михаил Гермоленко, Ксения Баканова, Константин Головин.